Том 7. Книга 2. Толкование на святого Матфея-евангелиста. Беседа 45. Страница 475. Матфея 13.10. И приступивши ученики сказали ему, для чего притчами говоришь им? Достойно удивления, что ученики, несмотря на сильное желание узнать, почему Иисус Христос говорит народу в притчах, разбирают время, когда предложить этот вопрос. Они делают это не при всех, как показал Матфей, говоря, а приступили. А что объяснение мое не есть загадка? Это открывает яснее Марк, когда говорит, что ученики приступили к нему, когда он был один. Марка 4.10. Так набежало поступить и брать ему, матери его, не вызывать его из дому и не выставлять себя. Заметь также великую любовь учеников, как много они заботятся о других и сперва ищут их пользы, а потом уже своей. Почему? Для чего притчами говоришь им? Они не сказали, для чего ты нам в стычах говоришь. И в других случаях они часто обнаружат любовь свою ко всем. Например, когда говорят, отпусти народ, а также, знаешь ли, что и соблазнились они, что же отвечает им Христос? Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Он это сказал, не указывая на какую-то либо необходимость, или на простое и случайное некоторых избрания, но показывая, что слушающие сами причины всех зол. И вместе желая открыть, что разумение, тайн, царствия есть дар благодати, не спосылаемой свыше. Впрочем, хотя это и дар, однако этим не уничтожается свобода, как видно из последующих слов. А чтобы одни не предались отчаяния, а другие – беспечности, слыша, что им дано разуметь тайны Царствия, смотри, как он показывает и тем, и другим, что он первоначально, а это зависит от нас. Матфея 13.12 «Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножиться, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». Хотя эти слова довольно неясны, но они заключают в себе непререкаемую правду. Они означают то, что кто сам желает и старается приобреть дары благодати, тому и Бог дарует все. А в ком нет этого желания и старания, тому не принесет пользы и то, что он имеет, и Бог не сообщит ему даров своих. И кто думает, иметь, говорит, то, что думает, и это возьмется от него. Это не то значит, что Бог отнимает у него, но что не удостаивает его даров своих. Так поступаем и мы, когда увидим, что кто-нибудь слушает нас рассеянно, и при всех убеждениях наших остается невнимательным, наконец перестаем говорить, потому что если мы будем настаивать, то беспечность его еще более усилится. Напротив, кто с ревностью слушает учение наше, того мы завлекаем в разговор и много ему сообщаем. И справедливо сказано, кто думает, потому что такой человек и этого не имеет. Далее он объясняет слова свои, показывая, что это значит. «Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат и не разумеют». Но если они не видали, скажешь, то надлежало им открыть глаза. Да, если бы ослепление это было от природы, то надлежало открыть. Но так как ослепление это было произвольное и зависело от свободы, то он не сказал, просто не видит. Но и видя не видит. То есть, что слепота их происходит от собственного их развращения. Они видели, что он изгонял бесов и говорили, силы князя бесовского Вильзевула изгоняет бесов. Слышали, что он приводит их к Богу и поступает во всем согласно с волей божественной. И говорили, не от Бога сей. Таким образом, сами они поступали вопреки тому, что видели и что слышали. За это так говорит Христос. «Я и зрение, и слух от Нему у них». Они не только не получают от этого никакой пользы, но, напротив, подвергаются еще большему осуждению. Потому что они не только не веровали в Него, но и поносили, и обвиняли, и злоумышляли против Него. Об этом последнем он, впрочем, умалчивает, потому что не хочет быть строгим в обвинении. Сначала он не притчами говорил им, но просто и ясно. Но так как они стали неохотно слушать Его, то Он, наконец, стал говорить им притчами. Далее. Чтобы кто-либо слова Его не почел одним только упреком и не сказал, что Он укоряет и клевещет на них по вражде. Христос приводит слова пророка, подтверждающие то же самое. Избывается над ними пророчество Исаии, который говорит, слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете и не увидите. Замечаясь ли, что и пророк обличает их с такой же точностью в выражениях. И Он не сказал, не увидите, но будете смотреть и не увидите. И так они сами были причиной того, что не понимали, заградив слух, закрыв глаза и ожесточив сердце. Они не только не слышали, но и с трудом не слышали. Ибо огрубилось сердце людей их, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули. Да не видят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем. И да не обратятся, чтобы Я исцелил их. И делали это, говорит Господь, для того, чтобы не обратиться. Показывайте им их закоснение во зле и намеренное отвращение от Него. 477. Он говорил это с тем, чтобы привлечь их, возбудить и показать им, что если они обратятся, Он исцелит их. Подобно тому, как у нас говорят, Он не хотел видеть Меня. И отлично. А если бы Он удостоил Меня своим посещением, я точно заказал бы Ему милость. Показывайте им средства к примирению. Так точно здесь говорит Господь. Да не обратятся, чтобы Я исцелил их. Показывает, что они могут и обратиться, и спастись, если раскаются. И что Он делает все не для собственной славы, но для их спасения. Если бы Он не желал, чтобы они слушали Его и спасались, то надлежало бы Ему молчать и не получать их в притчах. Но теперь тем самым, что говорит им притчами, возбуждает их. Бог, говорится, не желает смерти грешника, но чтобы он обратился и жив был. Иезеки 18.23 Что грех происходит не от природы, не по необходимости и принуждению. Послушай, что говорит Христос апостолам. Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Разумея, под этим зрение и слух, нечувственные, но умственные, и апостолы были иудеи, и воспитаны в том же законе, и однако пророчество немало не повредило им, потому что хорошо был укреплен в них корень добра, то есть разум и воля. Теперь видишь ли, что слова вам дано не означают необходимости. Иначе за что бы называть их блаженными, если бы это доброе дело не зависело от них самих? Не говори того, будто он учил невразумительно. Иудеи ведь, подобно ученикам, могли приходить и спрашивать его, но они не хотели делать этого по своему нерадению и беспечности. И что я говорю, не хотели? Они даже поступали вопреки ему, не только не веровали, не только не слушали, но и враждовали против него и отвращались от его учения, в чем Господь и обвиняет их словами, что с трудом слушают. Но не таковы были ученики, потому-то и удостоились названия блаженных. Христос и другим образом укрепляет учеников своих, говоря, «Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали». То есть, «Мое явление, чудеса, глаз и учения». Здесь он ставит учеников своих выше, не только развращенных иудеев, но и самых праведников. Они этих последних, говорит, блаженнее. Почему же? Потому что ученики видят не только что, то, чего не видали иудеи, но и то, что желали видеть праведники. Последние созерцали только верою, а ученики лицом к лицу и гораздо яснее. И если, как Христос опять соединяет ветхий завет с новым, показывая, что ветхозаветние праведники не только знали будущее, но и сильно его желали. А они не могли бы желать, если бы почитали какого-либо бога чужого и противного истинному. «Вы услышите, — говорит он, — притчу о сеющем и говорит за тем то, что мы сказали раньше о беспечности и тщании, о боязни и мужестве, о богатстве и нелюбостижании, показывая, какой проистекает вред от первых и какая польза от последних. Потом показывает различные роды добродетелей. По милосердии своему он не один только указал путь и не сказал, что тот будет отчужден, кто не принесет столичного плода. Спасется, — говорит он, — и тот, кто принесет плод шестьдесят крат и даже кто в тридцать. Это для того он сказал, чтобы облегчить нам путь к спасению. Итак, не можешь переносить трудного состояния девства, вступи в брак и живи целомудренно. Не можешь совершенно расстаться с богатством, уделяй часть от имения твоего. Для тебя трудно и это бремя, разделяй с Христом имение твое. Не хочешь отдать ему всего, отдай, по крайней мере, половину или третью часть. Если он твой брат и сонаследник на небесах, то сделай его сонаследником и здесь. Ему давать, значит, себе давать. Не слышишь ли, что говорит пророк? Свойственных племени твоего не презри. Исайя 58.7 Если же не должно презирать сродников, то тем более не должно презирать Господа, который вместе с правом власть имеет еще право родства с тобою и многие другие права. Он соделал тебя участником своих благ, не только не получив ничего сам от тебя, но еще предупредив тебя этим неизреченным благодеянием. И так невелико ли безумие получить такие дары и между тем самому быть нечувствительным и не воздавать взаимно за благодеяние, и при том меньшим за большее? Он соделал тебя по наследникам неба, а ты не хочешь пожертвовать для него и земным. Он примирил тебя с Богом, несмотря на то, что ты не только не сделал ничего доброго, но даже был врагом, а ты не хочешь воздать другу и благодетелю, тогда как не говоря о царстве и о всем прочем, ты обязан воздать ему благодарность за то самое, что можешь дать. Когда рабы приглашают господ на пир, делает это не с тем, чтобы доставить им удовольствие, но чтобы самим получить от них. Между тем здесь напротив, не слуга пригласил своего господина, но Господь призвал слугу к трапезе своей, а ты не хочешь пригласить его и после этого. Он сам первый ввел тебя в дом свой, а ты не хочешь сделать этого и теперь. Он прикрыл твою ноготу, а ты и после этого не хочешь дать ему приюта как страннику. Он прежде утолил жажду твою из своего сосуда, а ты не хочешь дать ему и капли холодной воды. Он тебя напоил дарами Духа Святого, а ты не хочешь утолить и телесные, его жажды. Он тебя напоил Духом, тогда, когда ты был достоин наказания, а ты презираешь его, когда он жаждет это, несмотря на то, что ты должен употребить его же дары. Уже ли ты посчитаешь маловажным держать ту чашу, которую будешь подносить к кустам и с которой будет пить Христос? Уже ли ты не знаешь, что один только священник имеет право предлагать чашу крови? Но я на это не смотрю строго, говорит Христос, «А принимаю и у тебя, хотя бы ты был мирянин. Я не отвергну тебя и не требую того, что я сам тебе дал. Я требую не крови, но студеной воды». Представь, кому ты предлагаешь питье, представь и трепещи. По мысли, что ты сам делаешься священником Христа, когда руками своими подаешь не тело, не хлеб, не кровь, но чашу холодной воды. Он облег тебе одеждой спасения и облег сам. И ты сделай тоже, хотя через раба. Он просаял тебя на небесах, а ты, по крайней мере, защити его от страха наготы и бесславия. Он удостоил тебя сожительства с ангелами, а ты приими его только под кровь твой, по крайней мере, дай ему приют, как бы рабу своему. «Я не пренебрегаю приютом этим», — говорит Христос, «хотя сам я отверг за тебя целое небо. Я освободил тебя от тихчайшего плена, но не требую того же от тебя и не говорю «освободи меня». Для моего утешения довольны, если ты только обратишь ко мне, на меня внимание, когда я нахожусь в вузах. Я воскресил тебя из мертвых, и не требую, чтобы ты сделал то же, но говорю «посети меня только во время моей болезни». Итак, каких адских мучений недостойны мы, ежели при столь великих благодеяниях, изливаемых на нас, и при столь легких требованиях от нас неисполняемы последней? Будучи бесчувственнее камня, мы по всей справедливости пойдем в огонь, уготованный дьяволу и ангелам его. Скажи мне, какая бесчувственность с нашей стороны, когда мы, получая столь великие дары и столь великие, имея в виду, остаемся рабами богатства, которым скоро, может быть, против воли своей должны будем расстаться? Тогда, как другие пожертвовали жизнью и пролили кровь свою, ты до небесного царствия и столь великой славы не хочешь пожертвовать даже своими избытками. Какое ты заслужишь прощения, какое получишь оправдание, если ты при засеве поля охотно вверяешь в земле все семена, и, давая взаём людям, ничего не жалеешь, а к бедным остаешься так жесток и бесчеловечен. К бедным, в лице коих ты питаешь самого Господа. Итак, зная, что мы получили, что надеемся получить и то, что требуется с нашей стороны, и, размышляя всем этом, покажем всякое рвение к делам духовным, будем снисходительны и милосердны, чтобы нам не подвергнуться тяжкому наказанию. Если мы пользуемся столь многими великими дарами, если так немного требуется с нашей стороны, и при том, если требуется то, с чем мы должны расстаться здесь невольно, если так сильно привязаны к вещам временным, то не послужит ли всё это к нашему обвинению? Каждый из этих обстоятельств уже само по себе может осудить нас. Где же надежда спасения, если всё это соединится вместе? Итак, чтобы не подпасть совершенному осуждению, будем сострадательны к бедным. Через это мы сделаемся достойными благ как здесь, так и там. Коих и расподобимся все мы благодати и человеколюбиям Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Продолжение следует...